Всем привет дорогие любители Рима, с вами Гамилькар Барков. Смотрим онлайн бой 1 на 1 по правилам ЦВБ. Ваш покорный слуга Гамилькара из клана Бия играет против Дионисуса и славного клана Кох. Испания против Даки. Я начну со своего состава. Я играю за Испанию. У меня 6 отрядов кавалерий с длинными щитами, 7 знаков качаных, 6 болярских прачников в золотой атаке, 5 собак голых и 2 отряда кавалерий с круглыми щитами плюс крестьяне. Состава Даки у 6 лучников варварских полностью в золоте, 2 варварских дальнобоя голых, 2 скидских наемников вонные лучники и 6 отрядов благородной кавалерии плюс 4 отряда отборных мечников в 1 знак качаные. Что можно сказать? Стрелковый перевес в этом бою за счет хашек и дальнобойных лучников на стороне у Диониса. По кавалерии у нас примерно ничья, можно сказать, потому что моя кавалерия в 7 знаков не уступает благородной кавалерии золоте. С самого начала Дионисос заходит своими хашками на фланг, начинает здесь работать, но как вам известно, боляры очень эффективны против конных стрелков. И я стреляю по скидским наемникам, несут потери большие, плюс здесь совершил ошибку Дионисос, подвел слишком близко свою кавалерию. И я пострелял по одному из отрядов, убил здесь 8 человек в отряде кавалерии. Подводит Дионисос своих дальнобоев, чтобы пострелять по моим болярским крашникам, которых я сюда выдвинул. Соответственно, дальнобой я контрю своими собаками, которых я брал примерно для этого. Уводит Дионисос своих дальнобоев и конницей эффективно убивает моих собак, которых я запустил на этих дальнобоев. Но, несмотря на это, довольно-таки большие потери понесли дальнобой, 28 человек осталось в одном отряде. Во втором 39, не такие большие потери в втором отряде. Видим, здесь Дионисос начинает нервничать, на мой взгляд, потому что не получается у него, его план, расстрелять меня. И здесь пытается прогнать своей благородной кавалерии, моего крестьянина. Прогоняет это, но получает залп четырех болярских прашников и теряет 17 человек в отряде кавалерии. Существенные потери. И это, на мой взгляд, давит определенным образом на мораль моего соперника по этому бою. Начинает он выдвигать вперед своих мечников. Непонятно, почему здесь Дионисос не вступает в бой своими варварскими лучниками. А стреляется здесь только хашками и только дальнобойными лучниками. И пока что перестрелку проигрывает. Только-только сейчас начал подтягивать своих лучников варварских. И идет вперед мечниками. Я здесь пока что спокойно стреляю по дальнобоям. Ну и здесь мне представился случай пострелять по отборным мечникам. У них очень низкая броня. Хорошая атака, но низкая броня. Я решил пострелять по ним. Снизить численность этих отрядов. И тем самым снять им мораль. Собственно говоря, это я сейчас и делаю. Стреляю по отборным мечникам. Они несут потери. И тут я решил, что пришло время. Как вам известно, когда собаки атакуют пехоту. Пехота боится собаки. Это сильно влияет на мораль. Так как эти мечники еще и плохо качаные. Плюс я по ним неплохо пострелял. Я решил, что здесь запущу на них собак. И двумя-тремя отрядами своей кавалерии их прочаржу. Соответственно, на это Дионисус будет вынужден прочаржить меня контр-чаржем своей кавалерии. И завяжется здесь бой. В котором у моей кавалерии, я думаю, будет преимущество. Потому что у меня, во-первых, больше кавалерии ближнего боя. Соответственно, это и происходит. Собаки я запустил на мечников. И четырьмя отрядами своей кавалерии с длинными щитами прочаржил. В ответ на это Дионисус чаржит меня своей кавалерии. Которая, как вы видели, до этого была сильно потрёплана. Два отряда своей кавалерии с круглыми щитами я отвел на свой правый фланг. Для того, чтобы они ударили во фланг дакийской армии. Это и происходит. Четыре отряда моей кавалерии здесь сражаются. Против всей пехоты и всей кавалерии даки. Два отряда моей кавалерии заходят во фланг и бьют по генеральскому отряду даки. И два отряда моих, мои конницы с длинными щитами, вступают в бой. И уже со своего тыла я бью. Происходит то, что называется натиск кавалерийский, который сеет в панику. И вся дакийская армия обращена в бегство. Вся дакийская армия убегает. Такой вот бой у нас получился здесь. Всем спасибо, друзья мои, кто смотрел. С вами был Гамилькар Барко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Бай-бай.